В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Нечейные дома. Некогда крупнейшая управляющая компания Самара, ПТС-сервис, как и обещала 30 сентября, расторгла жителями договора, предоставив людям право самим выплывать в мутных водах ЖКХ и расклебывать те проблемы, что она оставила после себя. Причем десятки домов оказались, по сути, бесхозные. Старая компания ушла, с новой договор не заключили. И что делать, если как назло? Именно в это время начали рваться трубы, гореть проводка и затапливаться подвалы. А до бывшей управляющей компании достучаться невозможно. Как только отключается отопление, это апрель месяц, и по октябрь месяц у людей с первого по... Наш дом 16-этажный. С первого по восьмой, девятый этажи отсутствует горячая вода. Причем люди оплачивают горячую воду. Конечно, отвечают. И отвечают, пошли вы на три буквы. Вы не наши. Мы с вами вообще не желаем разговаривать. Никаких отчетов серьезных за полученные за три года деньги и израсходования они не дали. То есть дали сначала вообще бумажку без печати, без подписи. Потом принесли, наконец, после того, как вытребовали, дали, принесли на бланке своем ПТС-сервис бумажку, на которой написано, сколько денег у нас осталось, сколько израсходов, сколько осталось. Но к этому они не приложили ни одного акта. Дом совершенно не готов к эксплуатации в осенней зиме. Мы обращались и в прокуратуру, и обращались в жилищную инспекцию. Никакой реакции. Прокуратура в инспекцию направила, значит, прокуратура направила в милицию. Милиция не имеет к этому никакого отношения. Круг замкнулся. Разомкнуть этот круг без помощи со стороны власти людям вряд ли удастся. На стихийное собрание жителей домов Октябрьского района приезжает замглава администрации. Разговор получается эмоциональным. Я уже почти четвертые сутки бегаю по району. Вот в этом доме я был вчера здесь. Я бегал здесь вчера. У вас есть управляющая компания. Вот мы сейчас просто контролируем деятельность управляющей компании. Новая есть управляющая компания. Понимаете? Я тоже работаю. Вы видели, как они работают? Они не работают. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. Побега с Владимиру Аборину пришлось и в этот вечер. Идемте сразу сюда. Ну а после гнилых труб люди показывают последствия потопа, что случился в 32-м доме на Новосадовой. Вот здесь прям как водопад. А потом, когда уже я опомнилась, полезла это включить, меня дернуло током. Испугалась. Все. Шесть тазов воды. И это только из одной комнаты. Отопительность сезона заминовался водопадом, что залил квартиру Тамара Хвостова. И хорошо, хоть не кипяток нагло вылился. Не теряет оптимизма пенсионерка. Да я почему-то всегда за соседей, за всех. Все евроремонты понаделали. Но ведь жалко людей-то вот. Ну мы тоже маломальские. Но думаю, ругаться будут. Хотя мы ни в чем не виноваты. Хорошо это случилось. Не в субботу, не в воскресенье, а в такой вот быть. Вот на счастье. В соседней квартире последствия потопа не менее катастрофичные. А люди здесь живут такие же беспомощные пожилые супруги, заслуженные учитель и врач. Вот здесь слой воды. Слой воды. Вот этот вот ковер, его он покрыт был водой. Виталий Иванович, у него вроде курит, он вот в той комнате спал. Не спал, лежал. И вот представьте себе, над ним, слава богу, над ним был подвесной потолок. А вокруг него вода, на полу вода и лежит беспомощный человек. 91 год. Участник войны, профессор мединститута. Да просто заслуженный. Издевательство. Потоп на Новосадовой 32, многоэтажка осталась без управляющей компании, а значит и без присмотра. Случилось из-за того, что на чердачных трубах неожиданно пропали 12 вентилей, уверена старшая по дому. Женщина сомневается, без вредительства здесь не обошлось. Кто виноват в разрухе, еще предстоит установить в этой почти детективной истории. Замглава администрации Октябрьского района Владимир Абурин обещает разобраться, как и в каждой претензии к ПТС-сервис, со стороны жителей других домов. В первую очередь, конечно, мы к себе сейчас пригласим управляющую организацию, управляющую компанию. Проведем с ней беседу, из которой будет уже понятно наше дальнейшее действие. Или мы все решаем в рамках правового поля и договариваемся, или просто мы обращаемся в прокуратуру, тоже как бы и жители, для решения этого вопроса. Ситуация периодически возникает. Возникает она на разных домах, где начинаются меры приниматься реагирования прокурорского или администрации. Там вопросы потихонечку решаются. Как только внимание ослабевает, начинаются проблемы. Распутывать клубок проблем предстоит и жителям Гагарина 7. Недавно здесь чуть было не случилась трагедия. Ближе к полуночи, когда почти все жители спали, загорелась проводка. Дом стоял без отопления, и сети не выдержали нагрузки электрообогревателей. Квартира Екатерины Самбурук теперь чернеет закопченными стенами и потолками. Но все могло закончиться еще хуже. Смотрю в щиток, и начинает каким-то оранжевым таким цветом все, но естественно испугалась. Быстрее выломали его, потому что по всему подъезду уже паника. Выломали, оттуда пламя огромное. Как в трубу идет, знаете, это пламя большое было. Сосед Екатерины Рашид первым пришел на помощь. Я пробежал к этому щитку, и я не мог его никак открыть. Здесь бесполезно. Сейчас его даже не откроешь. Здесь ручка отключающая должна быть. Тоже ее не было. Когда приехали пожарные, они помогли. Тут кто-то ломал, кто-то потом будет отвергать, и все-таки мы отключили. 50-летние хрущевки, которые ни разу капитально не ремонтировали, это уже не первый пожар, но все просьбы поменять старую проводку, возмущаются жители в ПТС-сервис, игнорировали и раньше. Что же говорить про нынешние времена, когда компания разорвала с ними отношения? А с новой коммунальной конторой люди еще не успели договор заключить. Нам не принесли ни договор. У нас его просто нет. Нам подписывать было нечего. Мы сейчас просто озвучили и сказали, тепло мы вам не дадим, потому что у вас не подписан договор. Мы вам не будем заменять провода, потому что у вас не подписан договор. Вы ничьи, вы не наши. А почему мы ничьи? Нас они не слышат. Мы сколько говорим, мы ходим. Переписка у меня, если я всю переписку вынесу, мы фасад дома отклеим. Мы беспокоим наше ЖКО, наше ПТС-сервис. Мы обращаемся с просьбами. Дом дает усадку, тут еще метро. То есть, ну, случай-то вообще-то тяжелый. То, что это и впрямь тяжелый случай, наши корреспонденты быстро убедились. А вы кто? Помогли с телеканалом? Мы с вами договаривались? Нет. Вопрос такой, по Гагарину прикрасить, будьте ли обязаны? Не могу, конечно, не трогайте, во-первых. Имени Гагарина, следующий вопрос. Я еще раз хочу сказать, существует закон о средствах массовых информаций, вы его нарушаете. Просто хотелось бы узнать. Я вам объясню. Хотите узнать, пожалуйста, письменно, я вам объясню. Господину Куманцову я бы порекомендовала внимательнее изучить закон о СМИ. Особенно две его статьи, 39-ю и 40-ю, где как раз сказано, что должностные лица обязаны предоставлять журналистам информацию, причем, подчеркну, как по писанному запросу, так и по устному. Исключение делается только для сведений, составляющих государственную, коммерческую и специально охраняемую законом тайну. Вряд ли коммунальные беды вышеназванных домов к ним относятся. Но, похоже, закон о СМИ плохо знает не только в филиалах ПТС-сервиса, но и в головном офисе, где корреспондента Самары ГИС даже на порог не пустили. Что же делать жителям тех домов, что остались бесхозными? Эксперты советуют не паниковать и проявлять инициативу. Первым делом провести собрание, выбрать новую управляющую компанию, заключить с ней договор. В любом случае дома без обслуживания не останутся, объясняет Виктор Часовских. Если люди сами не определятся с выбором, за них это сделает муниципалитет. Орган местного самоправления обязан в течение 30 дней провести конкурс, открытый конкурс, и назначить управляющую компанию, которая будет обслуживать этот дом по конкурсу. На сегодняшний день получилась ситуация, когда договор ПТС прервала, а новой компании еще нет. В данной ситуации люди либо должны ждать 30 дней, либо сейчас они должны выбирать любую управляющую компанию, которая на их взгляд устраивает их, и заключать с ней договор. Не надо бояться того, что их деньги пропадут. Любая другая компания, которая придет после того, как будет заключен новый договор, когда люди выберут другую управляющую компанию, она будет разбираться с этой старой управляющей компанией, и они поделят эти деньги, разделят в хорошем смысле слова, то есть те деньги, которые не использованы, старые управляющие компании, залопы ПТС-сервисы, эти деньги перейдут в новые управляющие компании. Не стоит забывать и про то, что есть еще жилищная инспекция, прокуратура, наконец, и их прямая обязанность расследовать нарушения. Вода камень точит. В 32-м доме, что по Новосадовой, том самом, где из-за пропавших вентилей случился потоп, этот принцип хорошо усвоили. Мы образовались, организовались, вот это близлежащие дома, активы, и мы решили, что наша работа не кончится с тем, что мы подпишем или не подпишем эти договоры. Мы будем периодически собираться, мы будем планы строить, как работать с управляющей компанией, какие предъявлять им требования, и не каждый дом в отдельности, а все вместе. Мы решили, что объединившись, мы можем изменить ситуацию, разумеется, с вашей помощью и с вашей поддержкой. Мы ничего не требуем противоестественного, противозаконного, элементарные условия, при которых можно жить, оплачивая такие огромные, большие деньги. Ну что ж, хороший посыл. Мне остается только пожелать жителям удачи и пообещать, что буду следить за ситуацией. Пишите, звоните, жалуйтесь. Разберемся вместе. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин